Всем привет дорогие друзья! Вы на канале MyDigiceller. Меня зовут Владимир Терентьев. В этом видео хочу поделиться с вами секретами по продвижению вашего видео в YouTube. Я занимаюсь YouTube каналом уже несколько лет. Когда-то этот канал просто был создан и вообще с ним ничего не делал. В то время еще можно было просто загрузить видеоролик на YouTube и он уже сам как-то раскручивался. Конкуренции в 2011 году практически никакой не было. Все самые топовые блогеры, которых вы знаете, они тогда только как раз таки запускали свои каналы. Это например был 100500Макс или Стас Давыдов и так далее. Сейчас все конечно же знают эти имена и эти каналы. К сожалению в тот момент я заниматься каналом не стал и даже не думал, что как-то можно с ним связать какую-то деятельность. Но слава богу я вообще с YouTube познакомился и начал хотя бы что-то заливать в тот момент. И вот прошло много лет в принципе и два года назад я начал интересоваться YouTube более серьезно. Начал изучать курсы, курсы на английском языке, курсы на русском языке. Брал платные консультации у русских авторов, которые себя считают экспертами по YouTube. И я скажу небольшую информацию, что я получил из этих курсов и что я не получил. В курсах русскоговорящих авторов, в принципе как и американских, которые я покупал, я не получил никакой конкретики. Все начинают с таких азов, которые нужны людям, которые прям совсем плохо знают компьютер. Например для меня, как я думаю для большинства моих зрителей, совершенно не составляет труда завести свой YouTube аккаунт. И совершенно нетрудно заполнить его шапку там настроить, придумать название там и так далее. В курсах, которые я покупал, очень много времени было потрачено именно на такие базовые основы. И никто не хотел делиться информацией, как именно потом продвигать, набирать подписчиков, что делать, какие есть секреты и технологии. Каждый раз покупая один курс, второй курс, консультацию, я надеялся вот узнать именно вот эти механики какие-то, как можно вывести и так далее. Но все даже за деньги не делятся этой информацией. Я самостоятельно понял, как это работает. В принципе, как я понял, YouTube не отличается ничем от сайта. А сайт, как вы знаете, надо продвигать с помощью SEO. YouTube это та же самая история. Если вы разбираетесь в SEO, то вы сможете продвигать свой канал, не вливая деньги в рекламу. То есть не покупая рекламные интеграции, рекламные прероллы у крупных каналов, у которых большая активная аудитория. А покупать рекламу у маленьких каналов, у которых там пусть будет даже 50 тысяч подписчиков, не факт, что они реальные, они накрученные. И большого смысла нет, потому как подписчиков вы, скорее всего, оттуда никаких не получите. Ну, разве что, может быть, в тематике, где снимают игры, летсплей и так далее. Возможно, там еще есть какая-то аудитория, которая перейдет и подпишется просто, чтобы, не знаю, смотреть подобные видеоролики на те же темы игровые. Так вот, коротко о том, что я сам изучил и как надо продвигать видеоролики. Я расскажу шаги, которые надо делать с каждым видео, которое вы выкладываете на YouTube. Первым делом, когда вы записали видеоролик, нужно оптимизировать сам файл. Об этом, в принципе, разве что в американском курсе я первый раз узнал и был удивлен. Файл открываете правой кнопкой мыши, нажимаете на свойства этого файла и в подробной информации там есть такие поля. Это название, комментарий, рейтинг, автор. Указывайте в названии ключевое слово, которое вы можете взять либо из Яндекс.Вордстат, что, в принципе, Яндекс уже не очень подходит, потому как он показывает, сколько показов рекламы кампании было по тому ключевому слову. Но YouTube это немножко другая история и люди ищут там по-другому. Поэтому вы берете сервис, называется Keyword Tools. Если вам нужно, я скину в описании его. В нем вбиваете коротко фразу, которая вас интересует, и он выдает список, как люди ищут. Вот этими фразами вы заполняете поля. Название, описание, рейтинг указываете максимальный, там звездочки ставите, все звездочки. Автор, указывайте ваш канал, чтобы потом YouTube понимал, кто автор. На основе этого рекомендовал видео вашим зрителям в следующие ваши видеоролики с одним и тем же автором. Дальше. Вот вы подготовили этот файл. Следующий этап. Готовите превью картинку. Эта картинка также должна быть оптимизирована. Сам файл должен называться точно так же, какие ключевые слова вы используете, по которым вы хотите пробиться в поиске. Саму картинку вы можете сделать в фотошопе, либо есть такие сервисы, как Canvas. Там можно бесплатно зарегистрироваться, там есть шаблоны красивые. Есть платные шаблоны, есть бесплатные. В принципе, можно и бесплатно не обходиться. А платный стоит всего лишь 1 доллар. Картинку сохраняете, загружаете с правильным названием. Следующий этап. При загрузке обязательно отключите публикацию вашего видеоролика. Потому как, когда автоматически у вас там настройка стоит, то видео сразу же начинает публиковаться, как только еще идет загрузка его. Но вы еще при этом не начали даже заполнять описание. Почему это плохо? Роботы YouTube сразу же увидят ваш файл, и они его проиндексируют, и проиндексируют его неправильно. Без описания, без тегов, без заголовков и так далее. Поэтому отключаете публикацию, сделаете закрытый доступ и заполняете описание. В описании первые слова должны быть тоже ключевая фраза. Она же дублируется и в названии. Вы можете использовать в описании около 4 ключевых фраз. И некоторые нужно повторить в другой форме, еще, например, по 2 раза. Но не нужно перебарщивать, иначе ваш текст будет переспамлен над этими ключевыми фразами. Это тоже будет пессимизация, и видео только от этого станет хуже. Делайте текст примерно размером 500 знаков и красиво, аккуратненько вставляйте туда эти ключевые фразы. Также для видео важно вставить ссылки. Ссылки должны ввести на ваше же видео, на ваш канал с кнопкой подписаться. Если не знаете, как делать такую ссылку, напишите в комментариях, я вам скину инструкцию. Пример точнее. И следующий пункт. Указывайте ссылки на ваши социальные сети. И все ваши видеоролики должны ссылаться друг на друга. Таким образом у вас будет перелинковка. Это также дает вес вашим видеороликам, и они появляются еще, кроме всего этого, в похожем друг у друга. Когда ваше видео заканчивается, как вы знаете, есть автоматическое воспроизведение. И если ваши видео не идут в вписки похожих, то идет воспроизведение чужого ролика, и вы, соответственно, теряете зрителя. А вам нужно его удержать, поэтому это важно делать. А для того, чтобы смотреть, какие позиции ваш ролик занимает, когда вы указали теги, описание, вам нужно использовать плагин VidIQ. И также есть сервис отдельный, который позволяет вам смотреть, сколько нужно добавить тегов, чтобы он начал индексироваться. Сервис я этот скину в описании. Там есть другие услуги, которые оказывают какие-то накрутки, но этим пользоваться не надо. Вы используете этот сервис только для того, чтобы мониторить позиции вашего видео. И все. Никаких платных услуг там не заказывайте. Дальше, после этого, вам нужно сделать максимальную активность в первые часы. Когда видео подготовили, описание готово, превьюшку загрузили, теперь вы его опубликуете. Вы его закрывали в публикации, теперь нажимаете открытый доступ и опубликовать. И теперь сразу же делитесь во всех социальных сетях с этим видео. Это в Facebook надо поделиться, в Google+, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Твиттере. Где только можно, везде надо поделиться этим видео. Просите ваших друзей оставить комментарий под видео, добавить видео в плейлисты и нажать лайк. Все эти действия обязательны. Видеоролики, которые получают такую активность, YouTube видит, что с ним взаимодействуют. И что видео смотрят, добавляют в плейлисты. Им, людям, зрителям нравится это видео, соответственно, он будет рекомендовать это видео другим людям. Чтобы максимально увеличить активность, то есть если вы попросите двух своих друзей, это не сыграет большую роль. Поэтому вам нужно попросить людей за небольшую плату сделать то же самое. Не накручивать просмотры, а именно заказать, поделиться в социальных сетях. Делитесь с помощью сервиса. Я вам также скину ссылочку в описании, чтобы вы могли... Таких сервисов, конечно, есть масса. Я поделюсь с вами тем, которые я лично использую. Сами руками делаете публикацию этого видео в Фейсбуке. То есть у вас появляется пост с ссылкой на это видео в Фейсбуке. То же самое в других социальных сетях. И в сервис, где вы будете платить людям пару рублей за каждый ретвит, за каждое нажатие в кнопке поделиться, вы там уже указываете ссылку не на видео, а на ваш пост, например, в Фейсбуке. И люди там уже делают с ними взаимодействие, с этим постом. И вы в глазах Ютуба получаете также активность с вашим видео. Он все это видит буквально за час, за полчаса индексация происходит. И позиции могут подниматься и подниматься лучше и лучше. В принципе, это основные вещи, которые играют роль для продвижения вашего видео. К сожалению, ни один из платных авторов, из платных курсов, которые я проходил и даже консультаций, не рассказал эти вещи, которые на самом деле являются самыми важными. Все решили эту информацию скрывать, пользоваться самостоятельно. И в платных курсах, там за 6-10 тысяч рублей, рассказывать абсолютную воду, которая никому не нужна и никому не поможет. Поэтому, я думаю, это видео вам было очень полезно. Поставьте обязательно лайк, поделитесь этим видео со своими друзьями и напишите в комментариях также, чтобы это видео набрало активность. И если у вас есть вопросы, всегда пишите комментарии, я открыт к общению. Поделюсь другими советами, если у вас какие-то есть вопросы. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что посмотрели и досмотрели это видео до конца. На этом все. Пока.